Здравствуйте, меня зовут Вайраги. Сегодня я отвечу на вопрос, который был задан некоторое время назад, но с ответом я немножко задержался. Я расскажу о одном из учеников Свами Вишнудева Сиддхартхи, или же Миничихине Юри, который был также в своё время последователем Свами Вишнудева, но впоследствии в 2003 году он ушёл. Ушёл из монастыря, и я также расскажу историю его ухода. Но начнём по порядку. В 2001 году, когда я приехал в монастырь, меня сразу же сделали послушником. Он в то время был управляющим монастыря. То есть было три основные должности в монастыре. Это гуру Свами Вишнудев, духовный наставник Васудева и управляющий монастыря Сиддхартха. В прошлом Сиддхартха является офицером запаса. То есть, если я не ошибаюсь, он подполковник не внутренних, а ВСУ Вооружённых сил Украины. Но службу он проходил в неважненьком месте. Он занимал какую-то руководящую должность то ли в батальоне связи, то ли в полку связи. То есть, такая служба была небережащего. Но в то же самое время человек исполнительный. Он исполнительный, строгий, дисциплинированный. Но опять-таки, как у каждого из нас, у него есть свои какие-то внутренние амбиции или же претензии. То есть, в учении йоги он извлекает какую-то особую нишу, только ту, которая ему нравится. Он не интересуется практиками, связанными с телом. Он не интересуется практиками, связанными с энергией. То есть, он интересуется исключительно раджа-йогой путём осознавания или же учения Адвайты. И исследуя или занимаясь… А, ещё он очень сильно большое пристрастие испытывает к Будде Шакьямуне, то есть, к преданиям, связанным с Буддой Шакьямуне. Отсюда у него и имя. То есть, в своё время, когда он был монахом без духовного имени, он очень сильно интересовался жизнью самого Будды Шакьямуне. И Свами Вишнадев, зная об этом, он пошёл ему навстречу, дал имя, то имя, которое при жизни носил Будда Шакьямуне, то есть, Сиддхартха. Вот таким вот образом он получил имя. Далее. Касательно Самадхи, о котором упоминается на сайте Сиддхартхи. Самадхи у него, как такового, не было. Был, по-моему, трёхмесячный ретрит, в котором он пережил какое-то состояние, временное состояние, то есть, это небольшой отрывочек, на который он вышел в состоянии «за пределами ума». Он пережил, скажем так, дистанционно пережил отрыв сознания от чувств тела, от ощущений тела. Но на этом всё и закончилось. Когда пришло время сесть ему в тёмный ретрит, из полутора месяцев, из 49 дней он просидел всего лишь 3 недели. И вышел в силу того, что он сказал, что «я не могу сидеть, у меня ум бесконтрольный, я его не могу контролировать». То есть, он не смог превзойти вот эту трудность, не смог преодолеть этот барьер, и из-за своих внутренних карм даже не смог просидеть обычный тёмный ретрит. Ну, конечно же, тёмный ретрит — это сложная практика, но в то же самое время свами Вишнадев на него возлагал очень большие надежды, но так или иначе тот запорол. Далее, что я хотел бы рассказать. То есть, Сиддхартха всегда, будучи в монастыре, от самого монастыря, от монахов, от послушников, от мирян, он всегда дистанцировался. То есть, он внутри всегда соблюдает какую-то дистанцию. Это указывает на то, что в большинстве случаев этот человек эгоистичный, и он преследует в первую очередь интересы своего «я». его не интересуют, по большому счёту, люди. То есть, он не стремится проявлять сострадание, милосердие, не пытается каким-то образом донести людям знания, которые бы их действительно продвигали. Те знания, которые он даёт, он даёт исключительно в силу того, чтобы каким-то образом возвеличить себя любимого в своих собственных глазах. Это одна из таких форм, я бы сказал, эгоизма, поскольку дальше того, что он понимает, он сам не может пройти. То есть, я смотрел лекции ранее его, и буквально полгода назад смотрел лекции. Он рассказывает во всех лекциях одно и то же. Это указывает на то, что он просто не прогрессирует. О чём он может рассказать? Самадхи у него не было, ретрит он не досидел. В монастыре особым уважением и популярностью он не пользовался. То есть, это человек, который не пережил какого-то уровня даже самадхи. Энергия кундалини у него не пробуждена. Пробуждение чакр он также не испытывал. С йогой сновидения он особо не дружил, ну, по крайней мере, при мне, да я уверен, и сейчас. То, что он преподносит, как какие-то знания, это обычная философия, с помощью которой очень легко разобрать эмоции человека, отделить их от… или же показать человеку, что ты захватился, допустим, сейчас своими какими-то эмоциями, ты захватился гордостью и всё. Но этой философией можно заниматься и самостоятельно. По сути, учитель особо и не нужен. То есть люди в Тибете, допустим, в буддизме, они так и занимаются. Они сидят сутками и исследуют, откуда пришла мысль и наблюдают это состояние, откуда она уходит и наблюдают это состояние, где она пребывает, мысль, наблюдают это состояние. Сиддхарт это же самое преподносит во время лекций. Ко всему прочему, какими-то глубинными переживаниями, общением с какими-то высшими сферами он не делится. Переживаниями, связанными с состоянием глубокого уровня просветления, он также не делится, даже на уровне сознания, допустим. То есть этот человек не является просветлённым, он в некоторой степени является обычным популяризатором учения Адвайты или же учения самоисследования, учения Рамана Махариши или же Пападжи и так далее. Вот, собственно, вся его миссия, вся его суть. Ушёл он из монастыря, когда мы переехали из Украины в Россию. Было очень тяжёлое время, монахи просто убегали от Минцева. Точно так же убежал из Сиддхартха. Когда мы уже переехали под Нижний Новгород, мы остались в очень тяжёлых условиях, в которых не было света, не было… ну, самых простых вещей не было, просто не было. Всё это мы восстанавливали самостоятельно. И когда он приехал туда и увидел, как мы живём, он просто схватился за голову и сказал, «Как вы здесь вообще можете находиться? Это же ненормально, это же нечеловеческие условия». Он походил в некоторое время, спустя, не помню, может быть, неделю, или две, или три, просто уехал от нас. Но уехал он очень необычно. К тому времени Праджжиня Примадакини, это одна из монахинь монастыря, сдружилась с Саттва Санатана, и они решили вдвоём, как парочка, покинуть монастырь. И пришли к Свами Мишнадеву, говорят, «Так и так, мы хотим уехать». Свами Мишнадев не стал возражать, на вечерние лекции он долго их уговаривал, но на утро они собрались и уехали, причём втихушечку всё это произошло. А далее, когда, по-моему, из Москвы, Сиддхартха в это время был в Москве, когда он вернулся из Москвы, когда он узнал об этом, он также снял с себя обеты монаха и поехал за Праджжиня Примадакини в Нижний Новгород, где жил Саттва Санатана. А Праджжиня Примадакини была у него на квартире. И вот пока не было Саттва Санатаны дома, он пришёл в дом, они долгое время разговаривали, он уговорил Праджжиня Примадакину, и они вдвоём уехали уже из Нижнего Новгорода на Украину, в Симферополь. И далее уже они переместились частично в Киев, там проводят занятия, читают какие-то, проводят семинары и проводят семинары в Крыму. Был ещё и четвёртый человек, который в состоянии стресса в это же самое время покинул монастырь. Это Брахмананда Дас. Когда он узнал, что Праджжиня Примадакини уехала с Саттва Санатаны, он так расстроился, он ходил, буквально два дня ходил и плакал постоянно. То есть у него были какие-то чувства к ней, к Праджжиня Примадакини, и, может быть, очень глубокие чувства. И он не понимал, как это так она бросила монастырь, бросила. Вполне возможно, у них какие-то там чувства были между собой. И он в расстроенном состоянии всё бросил, снял с себя обед и въехал в Москву, а потом вернулся к себе на Украину, в Крым. Вот таким образом закончилась карьера Сиддхартхи уже в монастыре. Ничего особенного. То есть как человек-исполнитель Сиддхартха, конечно же, очень ответственный, скрупулёзный, целеустремлённый человек. Но как учитель, как гуру или даже как человек, который помогает, или как духовный наставник даже, я его так не вижу. Ну вот таково моё мнение. Для того, чтобы давать людям Знания, ты должен сам обладать какими-то внутренними духовными переживаниями. Если их нет, то вся философская база на ничего не стоит. Люди будут просто приходить, просто тратить деньги на семинары. Вот. И всё. На этом всё закончится. То есть, по сути, Сиддхартха как таковой продвинуть, боюсь, что никого никуда не сможет. Но поскольку он сам, по сути, ещё никуда не дошёл. До новых встреч.